Всем привет! На связи Паносюк Николай и онлайн школа фитнес-интрициологии GetFit. Сегодня мы поговорим, наконец-то, после последнего видео, что есть тогда после тренировки и что есть до тренировки, потому что тренировка была более простигна, и мы не навредили своему организму и дали ему только то, что ему необходимо. Поэтому давайте с вами разбираться. Важно ли понимать, что есть до тренировки и что есть после тренировки? Сто процентов! Просто представьте, что у вас идет стройка дома. Я всегда говорю так, что наше тело – это дом. В какой-то мере, да, потому что есть строительный материал, есть внутренняя отделка и так далее. Ладно, не про это. Так вот, есть дом, он строится. И вы, когда потренировались, вам нужны кирпичи, чтобы что-то залатать, чтобы подлатать и сделать так, чтобы ваш дом был целостный. И вот если вы вместо того, чтобы поставлять кирпичи после тренировки вашему дому, вы ему поставляете только штукатурку, а ему кирпичи нужно. Кирпича нету, следовательно, но будет неполноценный. Я к чему говорю? Например, про белок. Многие люди, которые не добавляют в свой рацион после тренировки белковую структуру, то организму ему нужны кирпичи, а его нету. Потому что человек не понимает, что нужно важно кушать после тренировки. Многие, кто тренируется, очень много людей, кто фитнесом занимается, они думают так, что если я не поел в течение двух часов, они слышали, что после тренировки уровень стресса очень высокий, гормон кортизола вырабатывается. И он якобы, якобы, сразу проговорю, он разрушает нашу мышечную ткань. Ресинтез и синтез белковых структур и углеводов происходит в течение 48-96 часов. Это значит, что в целом, вот в этом большом окне, у вас должны быть строительные материалы для вашего организма. И как раз мы разбираем в этом видео, что конкретно есть. То есть подумайте, насколько это важно для нашего организма, понимать, что поступает из нашей еды, чтобы обогащать наше тело. У людей в целом нет понимания, что нужен, например, белок. Потому что за 2020 год уже выявлено, что люди на 20% стали есть меньше белка и на 20% стали есть больше углеводов. Что это значит? Это значит, что когда я потренировался, это, ну, то есть, черт с ним, что я не поел в течение там трех часов даже. А в том, что я в течение пяти часов поел раз или там два раза, и в этом приеме пищи нету строительного материала в виде белков или нету строительного материала в виде жиров. Люди едят круассаны, утром поел, и круассан перед тренировкой пошел на тренировку. Да, у тебя есть углеводы, 100%. Но у тебя нет строительного материала, у тебя нету белков, жиров, которые помогают тебе устраивать мышечную ткань. И, следовательно, организм начинает условно искать эти ресурсы, страдают другие органы. Вот в этом самая фундаментальная проблема. Резюме маленького блока. У людей в целом нету привычки есть качественные нутриенты. Под нутриентами я подозреваю белки, жиры, углеводы. Вот в чем проблема. Многие едят, там, не знаю, там, шоколадку съели, пошли на тренировку. После тренировки чай с сахаром попили, может быть, не знаю, там, фруктики какие-то поели. Ну и все как бы нормально, чай сэндвичи. И когда человек системно не добирает в течение нескольких, там, месяцев, лет белок, то ни о каком строительстве красивого, здорового тела не может идти речь. Вот в этом самая большая проблема. Я, смотри, хожу в зал, ем круассанчики, ем протеиновые батончики, не добираю белок. Ну, вот, сто процентов, да? Ну, белок в целом ты как-то получаешь еще от протеиновых батончиков, там. Вопрос, что со мной будет? Какие болезни у меня будут, если я недополучаю белка в ходе такого питания? Или будет ли долго тренировок, если я белка не доедаю? Человек тренируется. Тренировка это всегда, если мы говорим про силовую тренировку, я говорю, вот, тренировки, они должны быть, во-первых, силового характера. Бодифлекс это не тренировки. Ну, это просто подышать, как бы, прикол. Пилатес это больше про опорно-двигательный аппарат, про осанку и так далее. Мы сейчас говорим про силовые тренировки. То, чем всю жизнь занимался человек. Поля, заводы, фабрики, мы всегда чем-то занимались. А сейчас вот хочется подышать, посидеть, лучше полежать, потренироваться и прогласно. Нет, мы говорим про силовую тренировку. Человек потренировался. Когда человек тренируется в силовом характере, даже приседание на стул для человека 120 кг, это уже силовая тренировка. Не надо штанги тягать. То есть даже приседание собственным весом на стул, вот как на унитаз человек садится, я извиняюсь за выражение, но это, естественно, упражнение, которое людям дает понять, что это такое силовая тренировка. То у нас идет микронадрывы мышечной ткани. И вот представьте, что в эти микронадрывы нету строительного материала в виде белков, которые должны латать и делать наши мышцы более упругими, более красивыми внешне. И что делает организм? Он берет ресурс из сыворотки крови, которые у него есть, в виде, например, в анализах крови можно увидеть из общего белка, и у него проседает общий белок, следовательно... То есть представьте, что мы делили апельсин, много нас, а он один. Один апельсин, много ртов. Как этот апельсин разделить? И, следовательно, мышцам надо белок? Надо. Щитовидным надо белок? Надо. Пече надо белок? Надо. Поджелудочный надо белок? Надо. Желочным кислотам надо белок? 100% надо. Волосам надо белок? Да. И получается, что все, как нахальные рты, хотят эту мандаринку. То есть то количество в сыворотке крови белка, которое есть, у человека и так мало. И получается, что мышцы недовосстанавливаются, щитовидная железа недовосстанавливается, печень недополучает, волосы, кожа недополучает. И мы имеем что? Малой энергии, плохой внешний вид, плохое здоровье и, естественно, слабая физическая активность. И потом человеку очень сложно заставить себя вновь идти на тренировки. У него просто нет ресурсов для того, чтобы мышечная ткань работала хорошо. Когда у человека достаточное количество белка, то восстановление происходит быстрее. Когда у человека достаточное количество жиров в рационе, мы плавно подходим к тому, что есть до и после тренировки, то у него быстрее восстановление. И у него не страдает мозговая активность, потому что жиры тоже нужны для нашей мышечной ткани. И очень много ресурсов они берут. А когда, опять же, мы делили апельсин, то мозгу тяжело уже, когда жиры у него условно-условно забирает у него. В общем, очень много таких можно связующих сделать. Конкретно по продуктам. Николай, хватит томить, давайте рассказывать, что есть. Легкоусваиваемый белок. Не говядина, не свинина, не баранина. Почему? Потому что очень много ресурсов в желудочно-кишечном тракте нужно на переваривание. Иногда доходит до 7-9 часов, чтобы переварить полностью желудка кишечника твердой сорта мяса. Только что я их назвал. Лучше легкоусвояемый белок. К ним относятся морепродукты, к ним относятся рыба, к ним относятся птица. Это те вещи, которые максимально хорошо, быстро усваиваются при условии со звездочкой. Хорошая работа желудочно-кишечного тракта, хорошей кислоты, соляной кислоты и так далее. Это мы как раз-таки разбирали с вами в этом видео по поводу соляной кислоты. Почему она важна при расщеплении белков. Также дополнительно, помимо, конечно же, только птицы, например, добавить немножко полиненасыщенных жиров. К ним относятся, например, опять же, те же самые омега-3. То есть рыба должна быть просто жирненькая. Можно там семена немножко добавить. Можно, например, авокадо добавить. Можно, например, какие-то орехи немножко добавить. То есть это то, что будет тоже давать энергию. Довольно-таки быстро это все переваривается. Не усложняет желудочно-кишечный тракт. Понятно, что если вы качан съедите всего этого, у вас все это будет и 5 часов перевариваться. Мы говорим про тарелку. 50% это овощи, зелень. Это помогает перевариванию, пищеварению нашему в целом. Дальше 25% это белок, только что сказал рыба, морепродукты и так далее. 25% это крупы. То, что, опять же, дает нам с вами энергию, легкоусвояемые углеводы. Это как раз-таки третий ингредиент. И примерно один палец, это как раз-таки жиры. Орехи, какие-то семена, кусочек авокадо. То есть то, что должно нам давать энергию. По поводу углеводов. Они обязательно должны быть, обязательно должны быть перед тренировкой. Особенно, если они у вас высокоинтенсивные, и вы уже не новичок в этом деле. Ни в коем случае на тренировку без углеводов я не рекомендую идти. Гречневая крупа, бурый, дикий, необработанный рис, амаран, кинуа. Пожалуйста, добавляйте в разных интерпретациях углеводы как источник энергии. Потому что нашему организму легче всего взять энергию именно из такого вида углеводов. Потому что если мы без углеводов, то организму очень тяжело из белков и жиров брать углеводы. Это очень сложный процесс биохимический, на котором нужно очень много энергии и сил нашего организма. А вот я знаю, у меня много друзей, которые марафоны всякие бегают. Они всегда макарошками закидываются перед забегом, это ок или нет? Да, да, да. То есть есть вот, ну, опять же вопрос про насколько тренированность у тебя высокая. Если человек начинающий, не надо ему там тонну этих макарон, потому что его организм не привык использовать эту энергию, вырабатывать эту энергию на тренировке. Если человек продвинутый, да, 100%. Когда я бежал Ironman, три дисциплины, у меня углеводная загрузка, то есть у меня повышение количества углеводов было на протяжении последних полутора дней. Я не ел практически белков, потому что белки всегда сложнее перевариваются, чем углеводы. И практически не ел жиров, но жиры они должны быть. Если человек занимается именно только силовый характер, то там только углеводы должны быть. Так как я бежал Ironman, жиры в обязательной основе, ни в коем случае убирать жиры не надо. Человек, когда кушает жиры, человек, когда кушает углеводы, это все, как самый доступный источник энергии для него, используется в гонке в дистанции. Полтора дня я убрал белки, ничего не произойдет с человеком за три дня, если он даже белок уберет полностью. Но если он уберет жиры и углеводы, то ему очень сложно будет проходить такие дистанции. Я проходил Ironman, это немножко сложноватенько, нужно чуть-чуть подготовиться. Большая моя была ошибка, что я не пил первый час. Это, ну, можно сейчас меня закидать помидорами, ты что, дурак такой, там и так далее. Да, это была моя ошибка, но я не пил по определенной причине. У меня в самом начале дистанции на велосипеде слетела цепь, и я заново собирал велосипед. Я его разбирал прямо на дистанции, заново собирал, и потом у меня был страх. А слетела цепь, потому что я переключил передачу, у меня цепь заскочила, все так вот, все было. И я, когда сел заново, я думаю, блин, надо проехать хотя бы 20 километров, не переключая. И я просто ехал потихонечку, и я не пил воду, это была самая большая ошибка. Организму очень много нужно энергии, очень много нужно калорий на то, чтобы поддерживать уровень энергии. Большая ошибка людей до тренировки, они не едят углеводы. Это супер большая ошибка. Даже во время дистанции я пил колу. Очень много, я за всю свою жизнь только колу не выпил. Самое главное правило потребления легкоусвояемых углеводов, если вы его прямо сейчас не потратите, в очень больших объемах не применять. Я пил, и еще 20-30 километров ехал. Я пил, и еще 20 километров бежал. Ну, то есть, и плюс кофеин еще был, чтобы тебя поддерживать уровень энергии, твоей центральной нервной системы. Окей, питание после тренировки. По факту, это очень похоже на то, что мы с вами ели до. Почему? Потому что у нас, если вы помните, я рассказывал в видео, когда есть до тренировки, когда есть после тренировки, я сказал такую важную вещь, что во время стресса нельзя кушать. И вот когда мы с вами тренируемся, по факту это стресс. Любая хорошая тренировка – это стресс. Поэтому я сказал, что бодифлекс – это не стресс, это просто подышать. Вот, и когда у человека стресс, в этот момент нежелательно добавлять что-то твердое из сортов мяса. Говядина, баранины и так далее. Я вам даже расскажу просто простой пример. Давайте, как это, от общего к частному. Хочешь чему-то кого-то научить, покажи пример. Я, когда тренируюсь, вот я потренировался вчера, и после тренировки я съел салат, и я съел рыбу. Салат был немножко с углеводами еще. Я съел салат с клетчаткой, и там было и белковые морепродукты. И еще отдельно съел рыбу, потому что рыба – это легкоусвояемый белок и помогает моим мышцам максимально быстро восстановиться. И тем самым не перегружая желудочный и кишечный тракт. Потому что мясо, я к чему подвожу, к тому, что когда у меня нет тренировок, я очень часто раз в 3-7 дней между тренировками я ем стейк, мясо, потому что он тяжелый, его нужно много переваривать. Вечером, кстати говоря, тоже я рекомендую не кушать тяжелое мясо, потому что оно ночью не будет перевариваться. У вас просто мертвым грузом ночью лежит. Просто представьте, вы как чехол для мяса, который ночью просто лежит. И вот то же самое происходит с человеком, когда он после тренировки, либо до тренировки, кушает твердые сорта мяса, потому что не переваривается в этот момент. И поэтому, например, когда у меня нет тренировки, я на обед могу добавить твердые сорта мяса, на котором нужно много очень ресурсов нашего организма. Очень важный момент, супер важный момент. Сейчас внимательно, ушки на макушке. Естественно, потребление мяса, оно не значит, что его можно, когда у вас нет тренировок. Будьте, пожалуйста, с этим благорассудны, потому что если ваша пищеварительная система не готова к приему мяса, а как понять, что она не готова? Сдуйте газообразование, запоры, тяжесть после еды, кандида, молочница. У вас, не знаю, там, просто усталость какая-то после еды. Это говорит о том, что ваша пищеварительная система не готова к потреблению мяса. Что делать? Налаживать систему пищеварения желудочно-кишечный тракт. Более часто, если говорить, прийти на трехдневное мероприятие, где мы один из трех дней посвящаем разбору темы, как восстанавливать желудочно-кишечный тракт. И, конечно же, во второй и третий день мы еще разбираем анализы крови, мы разбираем, что есть, когда есть, почему это на это есть, если вот такие-то анализы и даже какие-то рецептики разбирать. В общем, внизу ссылочка на это мероприятие. Регистрируйтесь, если для вас важно ваше здоровье, вы так же, как и я, придерживаюсь идеологии «Мое тело, мой храм». Внизу ссылочка, регистрируйтесь и не забудьте забрать бонус после регистрации. А ты думаешь, человеку, который профессионально занимается спортом, ну или для себя, для своего здоровья, ходит в спортзал, обязательно приходить на твой марафон? Сто процентов, сто процентов. Ну, во-первых, я приведу пример. У нас даже люди приходили на вебинары, потом еще и на программы шли. Кандидат медицинских наук, врач, 15 лет практики, пришла с ужаснейшим простым запросом, болью от того, что как сильно у нее проблемы с кожей. То есть у нее насколько чесались, она мне писала большими буквами «Жить невозможно», потому что я ночью постоянно мучаюсь от этих болей. Ну, то есть я так сильно расчесываю, мне спать не могу, короче. Кандидат медицинских наук, понимаешь? У меня мужчина есть, Сергей, привет, я передаю, учится. Я просто этому человеку лично руку жал. Он пробежал, могу ошибиться, Сергей, я извиняюсь, я точно не помню, по-моему, 5 марафонов. 5 марафонов пробежал. И он ко мне подошел даже на мероприятие в живом, когда у нас пятилетие школы было. Он сказал, Николай, с тобой еще поговорим по поводу марафонов и так далее. Это к вопросу про Сергея, про этого врача, про то, что в обязательной основе нужно приходить на такие мероприятия, потому что даже спортсменам, даже врачам не рассказывают некоторые вещи, которые я рассказываю на подобных мероприятиях, даже бесплатного формата. В завершение этого видео я не могу не сказать про воду. Вода супер важна, и многие люди ее сильно недооценивают. Кушать – это хорошо, продукты доя – это хорошо, продукты после – это хорошо. Но все процессы в нашем организме происходят за счет процесса гидролиза. Гидролиза – это как раз за счет жидкости, если говорить простым языком. Кишечник не работает без воды, без должного количества воды. Желчные и желчные кислоты, которые принимают активное участие в переваривании всех питательных веществ для наших мышц, для наших внутренних органов, они не будут в полной мере, в хорошей консистенции, существовать без воды, потому что они состоят на 95-97% из воды. И очень много можно говорить про воду. И многие слышали такой миф – нельзя пить во время тренировки. Нужно, нужно, обязательно. Нельзя пить только в моменты, вот прям в минуты высокоинтенсивных нагрузок, когда у вас очень много, там, сильно бьется сердце, высокие частоты сердечных сокращений. Но среди вас это прям единицы, да, там, меньше 1% людей. Но я рекомендую в обязательной основе пить воду. Почему? Потому что ваше сердце – это насос. Сосуды – это связующие как раз-таки между внутренними органами, между мышцами и так далее. Как только кровь начинает сгущаться, а она сгущается, потому что вы потеете активно во время тренировки, то кровь начинает сгущаться, и насосу становится сложнее. Поэтому обязательно пьем воду для того, чтобы у вас насос проталкивал жидкую, хорошую консистенцию крови по сосудам, и чтобы вы вот этот процесс потоотделения восполняли за счет жидкости. До тренировки, во время тренировки и после тренировки. Не забывайте про воду. Минимум 30 мл на 1 кг веса. Так наоборот, люди ходят в потери специально, чтобы вода вышла? Это ужасно. Ну, типа, то есть я не против того, чтобы человек это делал, но если он не восполняет жидкость, это ужасно. Потому что вода это просто... Человек состоит на 70-80% из воды. Я всегда выпиваю минимум 300-500 мл в течение полчаса до тренировки. Во время тренировки у меня минимум литр, минимум иногда полтора литра уходит. И после тренировки еще пол-литра. А вот продается в этих фитнес-залах там всякие л-карнитины, какие-то витаминные воды. Это прикол или это не фигня? Это хороший маркетинговый ход. Там разбавляется полтора грамма л-карнитина на литр воды и продается за 10-кратную стоимость этого полтора миллилитра. Вкусненькая водичка, просто приятная. То есть как бы и приятно, и полезно, но это никак. Точнее, это полезно, но в таких маленьких дозировках вам ничего особо толку не даст. Поэтому лучше обычная вода. А вот я видел, что ребята ходят с партийными такими коктейлями с гейнером на молоке и так далее. Это ок или не ок? Это более легкоусвояемая пища, но если человеку не нужно готовиться к соревнованиям, то он может добрать все питательства из еды. И не надо это делать в течение получаса-часа, быстрее закидывать в себя все, что возможно. И эти коктейли это просто какая-то вот фантазия там. Или пытается человек иллюзию, типа что вот она более полезная. Блин, нет, ребята, не тратьте деньги. И, к сожалению, многие компании, они пропагандируют вот эти функциональные питания из этих коктейлей. Себестоимость этих ингредиентов в 10 раз меньше, чем даже, это я даже утрирован на самом деле сказал, чем стоимость, которую выдвигает за эту банку. Ну, допустим, я к тебе приду и скажу, Николай, я вот занимаюсь в спортивном зале. Что мне нужно такого есть до-после тренировки, чтобы бицух на дрожжах росла? Просто в течение всего дня не надо как-то слишком возводить это в культ, что именно до тренировки это волшебная еда, либо после тренировки волшебная еда. Просто в течение всего дня должно быть не меньше, если мы говорим про наращивание мышечной массы, достаточно обычного там мужчине полтора максимум, максимум 2 грамма белка на 1 килограмм веса, 1-1,5 минимум жиров, а лучше там полтора тоже 2 грамма, и минимум 3-4 грамма углеводов. Для женщин чуть-чуть пониже уровня белков, это там 1,1,2 грамма на килограмм веса минимум, до полутора грамм на килограмм веса, жиров тоже 1-1,5, углеводов 2-3 грамма на килограмм веса. А если я хочу скинуть вес, ну прям похудеть? Вопрос общей калорийности, все. То есть ты остаешься в тех же пропорциях, просто ты снижаешь общую калорийность потребления пищи. Не больше 20%. Оптимальный процент жира в организме у мужчин это 15% жира, у женщин это 18-20% жира. То есть, ну как бы к этой норме стремитесь. Ниже не всегда рекомендую опускаться, то есть это такой более продвинутый уровень. У меня у самого всегда держится 11-12% жира, и я уже давно из этого состояния не выходил. И я не скажу, что я как-то напрягаюсь, я живу обычной жизнью. Спасибо за то, что вы инвестируете в свое здоровье, и мы вместе с вами идем в такой интересный большой путь. Я в своей жизни очень много чего изучил, конкретно темы питания, физиологии, нутрициологии, анатомии, эндокринологии, биохимии. В общем, много всего касательно человека. Поэтому, чтобы быть рядом с человеком, который всю свою жизнь, всю свою жизнь, я не работал ни в какой другой профессии, ни финансистом, ни экономистом, ни бухгалтером, только в одной тематике. Поэтому подпишитесь на канал, чтобы вместе со мной дальше разбирать интереснейшие темы. И увидимся с вами уже в следующих роликах. Следите за своим здоровьем и за нашим YouTube-каналом. С вами был Панасчик Николай, увидимся в следующих видео. Пока!